всем привет я архимен я саня давыдов и это второй выездной выпуск на водном и сегодня мы едем в рыбинск мы едем кириллу беляеву это плавец на открытой воде серебряный призер чемпионата мира причем до золотой медали ему не хватило всего лишь три десятых секунды но чтобы завоевать эту серебро ему понадобилось 5 часов потому что речь идет о дистанции в 25 километров на открытой воде едем в рыбинск ярославскую область узнаем кто такой кирилл беляев что за спортсмен и что за человек погнали поехали я не загнобят с мамой везде за руку уже не было сил я просто кидал руки ну это действительно очень сложно как раскладываешь на 25 ну на олимпиаде только десятка что будешь с отбором поделать это рыбинка под нами пропула акула жиденькая жиденькая очень жиденькая я и пью ну как-то стрёмно меня же за чмарят я бы сам себе чмарел ты не умеешь с тобой а он вообще адекватный? блин слушай я вообще хрен знает давай что проверим только голосом закроем чтобы он особо ничего не был давай а то не откроет еще не ожидал добрый день проходите друзья добрый вечер добрый вечер значит не пробу здравствуйте а вы смотрите смотрите как удачно неожиданно неожиданно а вот уже и прибор для записи звука есть ко мне пришел человек наклеил пошли предложу чаю будет чай присаживайтесь друзья ну че кирюха привет за встречу хорошо ну че поехали как раскладываешься на 25 ну спасибо чистый артачок со стартом ну думаю раскладка не на к практически у всех это вначале мягко начать и потом терпеть до финиша все все не уходить из группы и минимизировать затраты ну как ровно прям всю дистанцию это зависит от тех кто задает темп я не люблю там задавать особенно на 25 если мягко начать можно же группу упустить можно но пока что такого не было то есть надо держаться в группе нужно держаться нужно держаться в группе и все-таки смотреть если долго голову не поднимать то может кто-то уплыть например я не знал что у нас уплыл кто-то и потом просто мы его догнали я не знал да я даже голову не поднимал потому что минимизировал затраты а есть логика вообще уходить постоянно вот на последней олимпиаде австралиец уходил гюрта у вас на 25 уходил причем там почти минутный отрыв и потом они оба там то сходили то 20 приплывали есть ли смысл тогда вообще они уходят ну нужно знать себя нужно знать на сколько на что ты способен ну вот островли астралиец ушел ну вот я дурачок астралиец ушел да действительно то есть его съели я не ожидал потому что я уже думаю все это будет ярко победа но видимо он перебрал скоростью значит надо понимать просто и знать свой организм вот ребята тоже из нашей сборной Денис Адеев в последнем интервью говорил что надо в середине группе обязательно не держаться надо сбоку ты как это важно не важно вот например когда я чувствую что форма ужасна например я болел и у меня была ужасная форма а наоборот держался в середине потому что поток середины он тебя тянет да ты оттуда потом очень с трудом если выберешься выберешься но он тебя тянет но потом да действительно очень сложно выбраться это было буквально два раза так пытался делать а так да действительно лучше с краю стоять там и не достанется или сзади вообще такое тоже возможно окей окей тогда про чемпионат мира конкретно про твои 25 километров твое это очень крутое серебро кирюха я это же было по русскому времени что там ночью да 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 очень очень рано утром я посмотрел старт первые минут 20 лег спать на 4 часа 4 часика поспал и посмотрел полчаса финиша пока ты работал все эти 5 часов зарабатывал единственная медаль я успел выспаться 5 часов работы и три десятых проиграть брат ну каково это ну вначале я видел что я проиграл касание то есть француз говорит кто я говорю я думаю ты и вначале то я обрад да 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 конечно не по-французски французский знаю вот и то есть вначале я обрадовался в принципе потому что если бы мне перед садом сказали что ты серебряный призер я был бы доволен но после меня просто немного депрессия так сказать затянула потому что я думал три десятых это вот я уже плыл и смотрю я думаю золото у меня в душе то все уже рвется я думаю я сейчас могу стать чемпионом мира и я включился слишком рано то есть действительно Данил Серебрянов комментировал нас и он сказал слишком рано включился это правда действительно меня просто отключило и последние 7 грибков блин не знаю это очень тяжело мне дались это победа или поражение? точно не поражение но победа нет потому что я второй вот медаль она есть медаль но вот именно касание снится бывало то есть хотелось бы переиграть но я надеюсь что это мне наоборот пойдет впрок что это меня заставит работать вот такие заплывы на 25 км можно провести аналогию с марафонцами которые бегут тоже на огромные дистанции но когда они бегут им там подают воду дают бананчики если они там проголодались или что-то такое у вас есть подобное? да конечно у нас кормежка например на 25 км было два раза на 2,5 км а как это происходит? стоит тренер или тот кто тебя кормит например меня с одного плота кормил Сергей Бурков они на плоту приплывают? нет они не приплывают их туда завозят вот с одной стороны то есть главный тренер сборной Сергей Сергеевич Бурков а с другой стороны Лера моя девушка вот кормили меня и то есть с одной стороны у него ел определенные напитки пил с другой стороны у Леры вот так вот происходило а что можно есть что можно пить? ну спортивные напитки гели белок каждый по-своему пьет это заранее ты решаешь что и когда? да совершенно верно то есть заранее мы обговариваем это с тренером это уже обговариваю с Анатольным тренером мамой вот мы обговариваем это и то есть да именно каждый круг определяется что я буду есть а если ну заранее ты решил но во время дистанции ты понимаешь что ты чувствуешь себя лучше или хуже как-то ты меняешь все равно питание? ну я не смогу то есть крикнуть там за 100 метров поменяйте питание один был случай я на России крикнул банан Анатольне и она мне дала банан но так вот поменять в принципе можно только надо крикнуть чтобы услышали главное вот ну я не меняю мне все подходит Кирилл ты круто плаваешь 25 километров но на Олимпиаде только десятка что будешь с отбором то делать? ну надо сейчас скорость увеличивать конечно но не забывать про объемы будем делать все чтобы попасть ту 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 ну сейчас весь акцент на десятку да? ну в данный момент да потому что вообще получается на 25 на Европу у меня шансы уже очень высокие отобраться потому что я был вторым на прошлом году и да сейчас будем больше уделять время десятке надеюсь получится будем делать все возможное смотри вот я человек который меньше всех среди присутствующих знает про плавание но даже те кто знает про плавание не знают про открытую воду не знают в том числе в том числе да но даже те кто разбирается в плавании в том числе и в открытой воде вообще не понимают условия новые условия отбора на Олимпиаду расскажи как это вообще будет происходить угу максимально вот прям вот по полочке максимально странно ладно вначале у нас был первый этап отбора это так называемые всероссийские соревнования они так и назывались там первые 6 человек имеют возможность отбираться на чемпионат Европы на 10 километрах на всех дистанциях и на пятерки и на 10 километрах и на 25 который был отбор в том году следовательно 6 человек имеют право давай только про Олимпиаду то есть десятка десятка первые 6 человек имеют шанс отобраться на Олимпиаду ну и следовательно на Европу потом идет отбор на 5 километрах в бассейне то есть эти 6 человек мы заработали определенное количество очков сейчас ты какое место занялся я занял 4 четвертое место ну и не самое лучшее естественно да вот и сейчас то есть будет пятерка что честно скажу максимально странно потому что как минимум в два раза дистанция раз больше во вторых не бассейн во вторых не условия открытой воды ну да ладно скажем так вот сейчас будет пятерка в бассейне там определенное количество очков и потом кубок Европы в Вайлате там тоже определенное количество очков и первые два в которых больше всего количество очков едут на кубок мира получается ну в общем будет отборочный старт на Олимпиаду и там нужно будет отобраться первым из России и попасть в определенную 9 чтобы попасть на Олимпиаду может набрал на счет 9 но в определенной 10 может быть в общем очень сложно всем непонятно Кирилл смотри ты получается сейчас четвертый после России то есть тебя на России обогнало 3 человека еще ты не отбирался на мирный десяток получается ты плаваешь только 25 но только ты и только на 25 приносишь медали больше никто из ребят последние два турнира то есть 18 год Глазго Европа 19 год в Корее нет медалей кроме тебя что с результатами где медали где остальные спортсмены ну во-первых я просто я нормально нормально ничего с ним я давно хотел так сделать почему в моем бассейне а как они посмели в сборной происходит ну небольшой кризис что поделать я уже говорил что вот голландцы в этом году не принесли одну медаль а мы принесли медаль и что мы точнее ты ну неважно и что голландцы теперь что ли никто ну вот так вот объективно они все равно сами да ну и что вот они теперь на чемпионате мира я плохо выступленив ну. да бывает у нас не очень хорошее выступление да последнее время это к сожалению Himчасо но все же у нас молодой коллектив не считая там пару человек и я думаю мы будем только поувеличивать результаты но и что надо делать чтобы увеличивать результаты молодой коллективы я думаю сборы нормальные ну не нормальные а в смысле увеличивать количество сборов потому что честно скажу сборы нужны даже бывает забавно что ничего не хочу сказать бассейн это самый медалечеемкий вид спорта Ну, не самые длинные емкие, а длинные емкие. И, ну, во-первых, у них результаты в 100 раз лучше, я ничего не говорю. Но даже у них бывают сборы на море чаще, чем у нас. Это какой-то Оксимарон, потому что, ну, действительно, нам нужно плавать... Да, Оксимирон рэпер. Стой, подожди, это же Гнойн. Ну ладно. А ты расскажи. Вот, и нам нужно, получается, больше плавать на море, но у нас всего один сбор максимум в году на море. И он прямо перед Россией, когда он, в принципе, да. Короче, выпуск у нас выездной. Сбрасывайте в воду, этого паренька мне понравилось, поэтому... Это Рыбинск! Ну что, рядом с нами тренер Кирилла, и мы с удовольствием тренеру хотели бы задать несколько вопросов, но вот так совпало, что тренер Кирилла еще его мама. Вот так вот интересно, какие у нас вопросы? Получается, вопросы задавать будем еще и маме. Анна Антоновна, расскажите, пожалуйста, вы когда в детстве Кирилла в ванной купали, он уже тогда часов по пять из воды не вылезал? Ну нет, вообще-то он, конечно, очень любил купаться. У нас вообще в семье все в ванну залезали и вылезти оттуда не могли, но по пять часов однозначно нет. У него вообще был выбор? У Кирилла? Да. Ну, практически не было. Практически не было, потому что, во-первых, так как мама работала в бассейне, соответственно, с мамой везде за руку и практически с трех лет бассейн, бассейн, бассейн. Ну а, соответственно, как старший брат в бассейне, он за старшим братом все время стремился не только донашивать, но и заниматься тем, чем старший брат. За двойки в школе вы ему в бассейне пятерочку не накидывали сверху? Нет, но двоих в школе у него практически не было. Хорошо учился. Кстати, он учиться начал лучше намного к выпуску, к одиннадцатому классу. Начинал не очень так хорошо, а закончил школу практически хорошистом. Почему? С чем это связано, как думаете? Ну, я думаю, что все-таки, наверное, с его характером. Он такой ответственный. Даже если что-то у него не получалось, он старался все время довести это до совершенства, скажем так. Он старался. И в школе старался, и в бассейне старался. Вам была важнее учеба, Кирилла, или успехи в спорте? Ой, я вот скажу, что я ни то, ни другое. Как бы успехи в спорте, это как, вернее, как в учебе, как у всех. Что мамы все хотят, чтобы дети хорошо учились. Я хотела, чтобы он хорошо учился. А в спорте как-то, честно говоря, мы даже не задумывались, что вот что-то такого большого добьемся. То есть изначально таких целей не было. На последнем чемпионате мира Кирилл же был без вас. Да. Вы были дома. Я могу рассказать про себя, что я посмотрел начало заплыва, потом лег спать, 4 часа поспал и посмотрел финиш. Угу. Вы что делали? Вы все время смотрели? Какие эмоции вообще? Я все время смотрела, причем сначала показывали по телевизору, потом был перерыв, я искала это все в интернете, потом опять перед телевизором. Ну какие эмоции? Это сидя под одеялом и вот так вот, ой, ай. У нас, я была как раз на круглом, потому что у нас был сбор с юношами, и соседка по комнате мне говорит, вылези из под одеяло, быстро вылези из под одеяло. То есть это все очень непросто, очень эмоционально и, конечно, здорово. Финиш просто вот. Серебро – это победа или поражение? Ну, я считаю, что это победа. Все-таки, конечно, обидно немножечко так, потому что… Тридесятый. Нет, просто это было видно, что он, в принципе, шел первым, он выходил уже на лидирующую позицию. И, конечно, это обидно, но все равно это круто, поэтому я считаю, что это победа в любом варианте. Ну, основные вопросы, да, задали, теперь блиц. Небольшой блиц. Блиц. Сначала с Сашей, там, 3-4 вопроса, потом со мной. У меня будут вопросы, надо выбрать или или. Хорошо. Анна Анатольевна или мама? Анна Анатольевна. Открытая вода или бассейн? Открытая вода. 25 километров или десятка? Хочется, конечно, десятку. Десятка. Хорошо. Скорость или выносливость? Скорость. Хорошо, спасибо, у меня все. Так, теперь давайте перевернемся. Маленькое пояснение, почему десятку? Потому что это олимпийская дистанция. Надо медальку олимпийскую. Хорошо. Ну, поехали. На сборы или на дачу? Хочется на дачу, но, в принципе, на сборы. Что делать сыну после плавания? Ой, как сложно. Об этом еще не думала. Не думали? Нет. Донашивать будет за старшим? Нет, нет. Я думаю, что это уже другое будет. Так, хорошо. Сега или Хиря? О, нет. И то, и другое. Ну, а как еще могла ответить мама? Ну, конечно. Так, Кирюх, это же какой-то особенный шкафчик? Ну, это мой шкафчик, значит, особенный. Твой личный шкафчик. Ну, да. Почему 93-й? Ну, магическое число было, и почему-то я решил, что это будет мое число, оно мне понравилось. Это твое счастливое число? Ну, это не мое число, мое счастливое число 27, да. А почему? Ну, оно часто встречается в моей жизни, и вот у меня 27 августа день рождения, и как-то все это завертелось, и 27 очень часто встречается. Ну, еще пару примеров. Ну, на старте, например, я плыл 27-го часа, не помню, когда он тоже отлично тогда проплыл. И, в принципе, цифру 7 очень люблю. 27,7. Моя любимая. 100 минус 7, 93. Что? 100 минус 7, 93. О, да, магия, господи помилуй. Ну, и фотографию надо тогда, то есть, что здесь ставить? Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Потому что не надо. Ты просто красивый. Ты стесняешься? Я стесняюсь. Скромняга. Да. Все понятно. Ладно, твой шкафчик. Саня, скажи, пожалуйста, вот если бы ты вернулся в большой спорт, в каком бы костюме для открытой воды ты бы хотел выступать? Ну, конечно, я без раздумий отвечу, что это гидрокостюм Тир, потому что у них есть очень крутые кидроки для бассейна Венза, но для открытой воды пока что, к сожалению, нет. И если они появятся, возможно, я вернусь в большой спорт. А вот, кстати, гидроки Венза, они созданы по революционной технологии, к тому же они очень красивые. По ссылочке в описании проходите, покупайте и бесплатно получите очки Tracer X. Также у Тир есть много другой экипировки. И если вы введете промокод ВОДНЫЙ на 10%, 10% скидки и кайфуйте. Но это не точно. Заплывайте, покупайте, кайфуйте. Пока. Пойдем-ка мне в комнату. Пойдем к тебе в комнату. Кирилл. Да. Но ты же не сразу пришел на открытую воду. Все те, кто плавают, начинают с плавания в бассейне. Расскажи, как ты пришел вообще в бассейн, а потом как перешел на открытую воду? В бассейн пришел, как можно понять, с мамой. С Антельной водой в 7 лет где-то. Да, плавал в бассейне, даже не знал о существовании открытой воды. И не помню, какой год. 2014 примерно. Анапа. И просто решили попробовать, потому что лето заканчивалось. и делать было нечего, а нужно было плавать. А бассейн закрывается, естественно, летом у нас. И мы поехали на открытую воду. И я тогда выиграл сенсационно, можно сказать, потому что… 13-й. 13-й, да, наверное. Мы вот с Сашей и Стаповым плыли вместе, и я выиграл у него, да. Но это было классно, это было незабываемое ощущение. Совершенно другое. Тут нужно попробовать, чтобы понять. А это не опасно, это же не бассейн, ты не видишь дна, погодные условия, животные какие-то там, рыбы, вот это все. Ну, опасно в каких-то ситуациях. А были случаи какие-то? Ну, вот. Недавно был случай, да, мы были на сборе в Испании, и плыли я, Илья Дружинин, Никита Хатько и Саша Остапов. Ой, Остапов. И вот этот вот мальчик. Вот мы плыли вчетвером, да, Степанов, Саша Степанов, и мы плыли вчетвером. И под нами проплыла акула, мы этого, мягко говоря, не ожидали. Акула? Мы очень испугались, честно говоря. Мы остановились ошарашенные. Здоровая прямо или здоровая? Ну, метра два, ну, где-то два метра, да. И мы не знаем, какая она была, потому что мы просто очумели, можно так сказать. Что делать? Мы остановились, такие, что будем делать? И я говорю, давайте поплыем мягко до берега. И поплыли мягко. Кроме одного человека, который от нас уплыл. Не будем говорить имя этого труса Никиты Хатько. Что это за медали? Самые ценные, расскажи про них. Ну, тут медали из чемпионатов и первенств России, международных первенств и чемпионатов мира и Европы. Вот. Покажи самую ценную. Ну, логично, что вот, чемпионат мира. Последний. На данный момент, надеюсь, пока что самая ценная. Да. Но она самая красивая, она самая тяжелая, да. На данный момент. Тяжелая. Тяжелее, чем на Европе-то, да? Да, пожалуй. Пловцы на открытой воде бреются вообще, как в бассейне? Нет. Ну, мы не бреем ноги, как в бассейне. Почему это? Ну, потому что у нас гидрак полностью закрывает наши ноги, поэтому нет такого смысла. То есть никто не бреется? И, сами понимаете, если мы будем бриться и плыть в открытой воде в море, будет щипать, скорее всего. Будет щипать. Щипать. В чем различие тренировок в бассейне от тренировок для марафонцев? Ну, тут огромное различие, сами должны понимать. Все-таки плавают в бассейне и 100 метров, и 200. А тут, извините, меня... В общем, полторашку возьмем? А полторашку? Ну, то есть нужно больше держать объем, конечно. То есть и хотя бы для 25, но больше интересно, конечно, 10. Ну, хотя бы для 25 нужно хотя бы раз сделать именно 20 хотя бы километров работы в бассейне. Раз в неделю? Нет. Если ты можешь делать раз в неделю работу 20 километров, то тебе нужно в ультрамарафон, который 88 километров. Нет, я имею в виду именно работы, не объем, а именно работы. Ну, хотя бы раз в год. Для начала. А там уже посмотрим. Вот так вот. Самая жесткая тренировка, которая у тебя была за всю карьеру? Пожалуй, это было... Прямо можешь вспомнить задание? Задание не вспомню. Помню, что были блоки, грубо говоря. Предположим, примерно 500, 1000, 2. Примерно блок. То есть 500 быстро, 1000... Да, максимально. Да нет. Ну, предположим, там определенную скорость. Скорость примерно. 500? Да. Учитывая, что это 20 километров работы. Да, да. Ну, где-то 1,6. 500. 500, потом 1000. С 500 каждую сотню надо плыть по 1 минуте 0,6. Ну да, потому что это вот прям... Да, это сильный кусок, предположим. Да, да. Ну, отдых. Ну, отдых, да, режим. Но я уже не помню. А закупка? Нет, нет. То есть вот этот блок получается на 3,5 километра и повторяется 500, 1000, 2. Да, да, да. И в конце 10 пастов максимально, и там 15. В маленьком режиме. Максимально 10. Я помню, что я вот плыл эту работу. Я плыл ее не с Анатольной, а с Геннанией Лосецкой. Вот. И в конце у меня шли слезы сами. Ну, действительно. Ты плывешь и прям... Да, да. Потому что уже не было сил, я просто закидывал руки. Ну, это действительно очень сложно. Кто круче? Плавец из басика или плавец с открытой воды? Ну, быстро я не отвечу. Смотря какие у него регалии. Быстро, быстро выбери одного. Кто круче? Я же плавал на открытой воде. Но басик я не могу не доценить. Одинаково скажу. Нет. Хоть они и скажут басик. Выбрать? Нет. Все крутые? Да. Ура! Меня не загнобят! Давайте жить дружно, ребята! Мы же все-таки одна Всероссийская Федерация плавать. Сколько ты зарабатываешь? Ну, не так много, как хотелось бы. Из чего доход складываешь? Я, получается, задавляю зачет. У меня Московская и Ярославская область. Я не могу получать и там, и там полную ставку. Еще и прислою, что я, получается, и сборной получаю. Какие замыли? Ну, самые крупные у меня были... Это я был в Хорватии на турнире. Когда ты выбрал 16? Да, 16 было. Там получилось полторы тысячи евро. Вот. За первое место? Просто. Ничего такого. А мир еще не было, но будет, да. Сколько? 15? 15 тысяч долларов. Долларов, да. А за второе на Европе? За второе на Европе там вообще 100 тысяч было рублей. В рублях. Было смешно, когда мы с соперником поделили 16 место, и нам распилили 300 евро. 300 долларов. И мы взяли по 150. Какие еще плюшки есть? Плюшки? Никаких. А от сборных? Нет, от сборной есть, да. Да, то есть министерство платит, сборная платит. Ну, и естественно зарплата определяется. То есть сейчас будет другой у меня получится коэффициент, и будет другая зарплата. Но я не знаю какая, потому что я ее еще не получаю. Ну, на Макдональдс хватает? На что? На Макдональдс. На Макдональдс я туда не хожу. Ну, в принципе, ничего такого не покупаю. Даже не знаю, чем похвастаться, какой покупкой. Самая большая. Самая большая. Вот, мне кажется, айфон. 7 плюс. Пока что. Ну, я не знаю, может быть там, естественно, на отдых куда-то ездил. Я там был делом мы с Лерой, ездил на отдых. Лере, привет. Да, Лера, моя девушка. Привет. Кирюха, ты марафонец. Соответственно, у тебя должна быть хорошая выносливость и выдержка. Да. Мы это проверим сейчас? Давай, прямо сейчас. Прямо сейчас проверим. Я, ты. Смотрим в камеру, не моргая. Я рефери, я засекаю. И мы с тобой, кто дольше не моргнет, он следит за тем, кто из нас первый моргнет и засекает время. Глаза свои проверьте. Техническое поражение можно засчитать. Нет, нельзя. Нельзя. Я тебе хотел. Готовы? 3, 2, 1, время. Смотрите, да. Не надо лупиться, надо просто смотреть в объектив. Это трудно? Очень. Это нет. Почему я плачу? Надо загуглить. Я моргнул. Ты ты выиграл? Ну, получается, ты моргнул. Я моргнул, я моргнул. Спасибо, было два дубля, в первом проиграл. Молодец, ты действительно такой сильный и выносливый. Пойдем, плачу. Со второго раза он победил. Со второго раза ты должен сделать красиво. Проклятие серебра, мужик. Кирюха, ты, видимо, играешь в PlayStation? Ну, с недавних пор, но не так, чтобы заразить. Какие игры прочитаешь? Ну, вот FIFA очень люблю. А так еще в Бэтмена играл. Все. Пока что больше ничего. Саня, а почему ты сделал вывод, что он играет в PlayStation? Ну, потому что мы с ним сейчас играем в PlayStation, у него дома. А, да. А мы же шоу «Логичное». Да, да, да. Логичный водный. Логичный водный, да. Расскажи, какие у тебя любимые фильмы, сериалы? Сериалы больше смотрю в данный момент. Мне очень понравилось «Чернобыль», конечно же. Очень странные дела. Вообще просто великолепно. Слежу. Какой сезон? Все. Ну, в смысле? Сериал, в принципе. Последний сезон, да, немного подвел. А так первый, конечно, влюбился в первом сезоне. Да, в принципе, мне все нравится. Именно очень странные дела. Просто как сама идея, так и игра актеров. Вот. «Мистер Робот» понравился. Потому что актер, действительно, я люблю этого актера. Не знаю, как его зовут. Да. Но он просто очень классно играл, поэтому посмотрел сериал. Что слушаешь? Вот чем заряжаешься? Перестав ты музыку слушаешь? Редко. Если нету тренера, да, слушаю. В других ситуациях, в принципе, нет. Заряжаюсь. Ты перед «Миром» слушал? Перед «Миром» Анатольевна. Да. Ее не было. Так, да, слушал. Я слушал «Блинк 172», «Сам Фатиман». Ну, такой мягкий рок, можно сказать. Но это мы в описании вставим. Да, да, хорошо. Под традиционным. Ну, а так люблю слушать там «Коржа», естественно. Да, «Хлеб» мне очень нравится. Потому что у них стали действительно классные треки. Не только смешные, но и сама музыка классная. У тебя в комнате практически в каждом углу лежат книги. Очень много книг. Ты любишь читать? Ну, бывает, да. Потому что не хочется тупеть совершенно. Совсем. Какие жанры предпочитаешь? Ну, антиутопию любил. Потому что Сергей Череков тоже плавает в сборной. Дал мне посчитать «1984» и мне очень понравилось. И после этого как-то туда ушел. А так романы. Романы, в принципе, люблю. Кирилл Николаевич, вспомните, пожалуйста, свое самое хорошее впечатление, воспоминание, эмоцию, связанную с плаванием. Ну, я помню сбор на пафосе. Он был классный. Он был самый сложный, можно сказать, в моей жизни даже. Потому что мы плавали огромное количество объемов. Но был просто великолепный коллектив в тот момент. И как-то мы общались хорошо. И вот он запомнился. Чемпионат Европы, потому что первая взрослая медаль. И тогда эмоции прям разрывали, действительно. То есть на мире уже не так? На мире было все великолепнейшее. Но все-таки первая медаль взрослая, естественно. Поэтому было очень приятно. Просто не описать словами даже. Самое хорошее воспоминание ты вспомнил? А можешь вспомнить самое плохое? Это неудачи. На сторонах неудачи. Самую сильную, плохую эмоцию? И после этого чемпионата России, который был, получается, не сейчас в сентябре, а в июне или в мае, в конце мая, там десятка мягкой грани получилась. Причем был готов очень хорошо, но обстоятельства сложились так, что не получилось. Это вот открытая вода, как ее называют, потому что может не получиться. И даже если ты в отличной форме находишься. Три совета начинающим пловцам? Ну, первый, дружить с головой. Тут подходит все. Это не только со спортом связано. Нужно дружить с головой. Во-вторых, доверять тренеру. И доверять тренеру, следовательно, верить ему. Следовательно, выполнять все его команды. То есть, ну, прихоть, и даже если это прихоть, это все равно нужно, потому что тренер знает лучше. Ну, и постоянно совершенствоваться. И в плане техники, и в плане работы. Ну что, дорогой наш Кирюша. Кирилл Николаевич. Беляшик. Беляш ты наш. Мы хотим сделать тебе приятный подарок. Он непонятно чего-то хочет. Он чего-то хочет непонятно, но мы с удовольствием вручим тебе подарок от нашего партнера компании TIR. А ты не смотри. Я пока не вижу ничего. Компания TIR. Вот, пожалуйста, обратите внимание и сюда покажем, да? Везде покажем. Ну, это вот тебе. О, прикольно. Вот, именная шапочка с антифлорным дизайном. Это Беляш. Это Беляш, Кирилл. Это не то. Блин, на вторую можно? Вторую можно? Ну, я хочу плавать в такой. А такая должна... Так ты можешь достать ее плавать? Не, не хочу. Она висеть должна тоже. Ты в ней плавай, с тренировки приходи к Мешей. Тир, дайте мне вторую, пожалуйста. Ну, блин, хорош. Можно вы его услышите и... Ну, я думаю, нет, но все же. Не, на второй будет уже ичпачмак или чебурек. Да блин, круто. Вы что, я хочу вторую такую. Там Беляш. Там две. Она уникальна, как говорится? Ты гонишь, там нету две. Там нету две. Блин, круто. Плавай, кайфуй. Спасибо, спасибо. Это очень круто. Люби водные, люби тиры. Ну, насчет тиры не знаю. Что-то солодь его, серьезно? Да, давай. Давай. Розыгрыш, розыгрыш. Что мы сегодня разыгрываем? Так, погнали. Опа, у нас сегодня даже не один, а по-моему... Два. Два подарка. Два главных убора. Два главных убора. Расскажи, чем уникальна эта. Это шапочка сборной России по плаванию. Вот такой вот флаг сборной России. Эксклюзивная шапка. Такой ни у кого нет, действительно. Перепутаны цвета здесь, да? Да, вверх ногами. И Якулт тоже, это марочка такая, крутая шапочка. Шапочка сборной России и кепка. Условия, условия. Каким образом мы будем разыгрывать эти призы? Кирилл Беляев пользуется инстаграмом, как мы лично удивились. Так получилось, да. Ссылка будет в описании, как и наши тоже. Вам нужно придумать подпись к вот этой фотографии. 2000. Это будет последняя публикация Кирилла, которую он выложит после завершения конкурса. То есть, эту фотографию он выкладывает и вы придумываете к ней подпись. Любую. Давайте самую жёсткую, без разницы. Абсолютно любую вообще. На личности не приходим. На меня можно, на других нет. Самое лютое описание этой фотографии выбирает Кирилл. Да. Выкладывает эту фотографию с этой подписью. И победителю, соответственно, отправим подарочки. Вот такой вот он Рыбинск. Вот такой он Кирилл Беляев. Весёлый, классный парень. Вы сами всё видели и сложно что-то добавить. А может быть и можно что-то добавить. Открытый чувак, хороший друг и спортсмен крутой. Выносливый и добрый. Выносливый и добрый. Ну, что сказать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, коменты. Колокольчик не забывайте ставить и участвуйте в розыгрышах. Любим, целуем, обнимаем. Это Водный. Пока. Ну что, друзья, подводим итоги конкурса из выпуска Жени Рылова. Женя, наконец-то, выбрал победителей. Вы давно их ждали, давно просили. Мы разыгрывали две шапки, соответственно, выбрали двух победителей. Кто первый? Оранжевая шапочка за самое лучшее погоняло выбирает подписчик под ником QQ1. Мы выведем всё на экран. Итак, QQ1. В общем, погоняло Маугли, потому что, во-первых, Маугли ловкий, умеет всё. Во-вторых, для него нет авторитетов и страха перед Шерханом и остальными, типа Мёрфи и Ларкина. И, в-третьих, одеты одинаково. А вторую чёрную шапку за кричалку, самую лучшую, получает никнейм Мария М. Тоже мы это всё выведем. Кричалка звучит так. Женя, Женя круче всех. Знаем, ждёт его успех. И бористый до конца, хоть победа нелегка. Женя сам выбрал эти комментарии, сам выбрал победителей. Просьба отписаться нам в директ, в инстаграме, ссылки... Да, или мне, либо Сане, пишите. Договоримся, как вручим вам призы. Спасибо, ждите, участвуйте в конкурсах. Любим, обнимаем. Пока-пока. Это водный.